Профилактика болезни считается самым важным этапом предотвращения болезней. Но в наш век жители привыкли обращаться к врачу в крайнем случае. Заботясь об этом, здравоохранение республики в течение последних 30 лет работало над воспитанием населения. В этом году в Березовской центральной больнице открылось психотерапевтическое отделение. Психотерапевтическая помощь – это отдельная помощь. Это не психиатрия, это психотерапия. То есть с каждым годом нуждаемость в психотерапевтической помощи в населении растет. Психотерапевтическая помощь, по моему мнению, требует, наверное, уже чуть ли не каждый человек. Поэтому тут госпитализируется в психотерапевтическое отделение. Госпитализируются пациенты с пограничными состояниями, с депрессивными синдромами, с неблагополучной ситуацией, психоэмоциональные состояния. Будут госпитализироваться и лечиться. Пока идет процесс увеличения койки мест. В этом году в центральной районной больнице села Никола-Березовка уже прошли лечение 60 человек с ближайших районов и городов. Я училась у зарубежных, да, всех ученых. У них это норма посещения врача-психотерапевта-психолога. Это близкие специалисты, которые должны работать в содрожне. Психотерапевт – это доктор, который может лечить и терапию заболеваний внутренних. Мы потому что не знаем, депрессия возникает на фоне болезни или на фоне психологической травмы. Если врач, имеющий образование, он может сказать, допустим, страдает печень или язва, может депрессивный синдром. А может депрессия вызвана другими ситуациями, развод, смерть близких и так далее. То есть это близкие. И, конечно, за рубежом это очень распространенный доктор на сегодняшний день. И люди туда не боятся, потому что считается это нормой, что ты должен не поговорить и не выпить за рюмкой, а пойти к психотерапевту или к психологу. У нас эта культура прививается. И в Башкирии она началась очень давно, я работаю более 30 лет. К специалисту могут обратиться граждане из таких районов, как Аскинский, Болтачевский, Бураевский, Дурчулинский, Караидельский, Калтасинский, Мишкинский, Татышлинский, Янаульский, городов Агидель и Нефтекамск. Все граждане, то есть районов, 10 районов нам прикоплено, в том числе Березовка, город Нефтекамск, Куянова, Бирск и многие другие регионы, которые могут к нам обратиться. Как к нам обращаются граждане? Просто приходят, мы заполняем сами ни регистратуру, ни через компьютер. Повторяю, это очень важно знать для всех людей, что мы нигде не фиксируем данный компьютер. То есть не вносится человек, выходит свободным, пролечившись у нас. То есть нигде мы его не ограничиваем. Он может проходить медосмотр, мы не даем никакие документы на руки, больничные листы, справки выдаются, где не указываются. В общем-то и в терапии это тоже заведено. Где? Мы не можем навредить клиенту. То есть у нас могут пролечиться и никто никого не преследует. Что это значит? Что это значит? То, что это не только свобода действия в настоящем, это в том, что люди не должны бояться, что это будет в дальнейшем ограничивать их. Лечение производится амбулаторно. В стационаре работают два врача, которые в любой момент могут ответить на все вопросы пациентов или просто пообщаться. А врач-психотерапевт Флорида Хузина принимает обратившихся граждан с 8 утра до 4 дня. Каждый второй, который обращается к терапевту на прием, он нуждается в психотерапевтической помощи. То есть это либо страдает, это болевые синдромы, да, это страдающие люди давлением, это люди с тревогами, это люди, которые после разводов, после различных травматических переживаний, это конфликты в семье, которые могут спровоцировать и депрессивно. А депрессия, вы знаете, она никогда не проявляется тем, что у тебя пришел, человек и сказал, ой, у меня депрессия. Это, конечно, не так. Она идет под маской того, что болит живот, давление, болит сердце, болят, значит, какие-то внутренние органы могут. Люди обследоваться годами. То есть у меня есть клиенты, которые обследовались более пяти лет, проходили, и потом приходили ко мне с маскированной депрессией. И состояние их улучшалось. И они замечали, что действительно у них улучшалось состояние. Но в настоящее время доказано, что более 80% боли в спине – это депрессивные симптомы. На каждый прием отводится достаточно времени, чтобы выяснить все проблемы пациента. Достаточно в основном часа времени. На вторичный прием уже отводится от 20 до 30 минут. Продолжение следует...